Добрый час! И с вами Маргарита. И видео у нас сегодня будет о еще одном месте, где можно, не выходя из дома, шопиться за винтажными украшениями. За винтажными украшениями и не только. Как многие из вас знают, я очень часто в нашем штате есть Гудвилл. В некоторых штатах в США нету такой возможности. И многие из вас стали говорить, что вот, а в нашем штате нету такой возможности. В нашем штате нет такого магазина. Не переживайте. Если вы живете в США, то для вас работает Гудвилл интернет, версия Гудвилла. И я об этом сайте узнала, наверное, полтора года назад, ну, может быть, год назад. И периодически я тоже с него что-то покупаю. В последнем видео про eBay, где-нибудь линк я вам покажу, да, как я купила кота в мешке, я упоминала про еще одно место. И вот как раз сегодня сделаем это видео по поводу шоп Гудвилл. Он не во все страны отправляет. Я пробовала поделиться этим сайтом с Европой, по-моему, либо Европой, либо Россией. Естественно, они не отправляют. Но если вы находитесь в США, и у вас нету Гудвилла, либо у вас есть Гудвилл, но нету возможности туда доехать, можно подсмотреть альтернативу, что продается в интернет Гудвилле. Немножечко о предыстории. Как я узнала о том, что есть в интернете Гудвилл, когда я была во Флориде, линк тоже на видео о шопинг во Флориде, я оставлю где-нибудь наверху. И мне там сказали, что большинство изделий, большинство товара, хорошего товара уходит в интернет. И из магазинов убирает. Вот такая вот опция. Возможно, все Гудвиллы в скором времени на это переведут. Но пока наш штат, мой штат Вашингтон, не затронули, я наслаждаюсь покупками винтажных украшений вживую. Поэтому иногда, да, сами понимаете, я вам говорила, иногда хочется еще в интернете покопаться. Итак, ShopGudvилл. Вот такой вот сайт, и мы сегодня на нем немножечко погуляем. Я вам покажу, что здесь такое есть, и покажу, как я что-то выбираю. Естественно, я уже винтажкой занимаюсь много лет, и я знаю, какие бренды у меня продаются, что у меня продается, брошки, сережки и так далее. А из какого металла это сделано. Поэтому я знаю, что я ищу. Итак, поехали. Естественно, как всегда, нужно зарегистрироваться и смотреть. Значит, у них есть такой момент last chance. Что есть last chance? ShopGudvill, он идет в основном как eBay. Но eBay у нас одна компания, ShopGudvill у нас с вами другая компания. ShopGudvill – это то, что сдают в Donation, то, что кому не надо. Они сдают, и потом там люди, обученные люди, они вот так вот и выставляют лоты на продажу. Ну, давайте, смотрите. И показывается, сколько минут осталось. Давайте я посмотрю, что это одна минута, может быть, еще успеем купить. Это что такое? Vintage Necklace. Paulina Raider. Ну, я не знаю, я сейчас, наверное, не успею купить. Цена 7 долларов. Давайте я сразу на ITS смотрю, что мне это стоит. Там уже минута осталась. Наверняка уже тук-тук-тук. Necklace. Oh my gosh, 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 oh my gosh. Давайте попробуем. 10 долларов. Bit received. Okay, cool. Смотрите, Goldton Vintage. Смотрите. Цена минимум бита 11. Я уже поставила, да? 37 секунд. Может быть, я при вас и куплю, да? То есть, вот такое вот украшение. 10 долларов. Да, я могу. Но вот когда я забила Paulina Raider, я смотрю, смотрите, какие цены. 109 долларов. Я сейчас при вас сделала 109 долларов. Офигеть можно. Смотрите. Это вот прямо сейчас у меня уже на себя ручки затряслись. Vintage Paulina Raider. Вот смотрите, практически похоже, да? Только здесь желтенькие камушки. А у меня будут розовенькие камушки. Coin necklace, посмотрите, за 109 долларов. Но оно, видите, не в суперовом кондишене. Я этот бренд вообще не знала, да? То есть, вот вселенная как мне подкинула 100 долларов. Давайте смотреть. О, мой га-ш. Сейчас. Shop Goodwill. Open orders. И мы с вами его выиграли. Посмотрите. Мы с вами выиграли этот аукцион. Офигеть. Дорогая редакция. Я даже не проверила, сколько шиппинг стоит. Да? Я даже не проверила, сколько шиппинг стоит. Но whatever. Давайте дальше. Давайте дальше смотреть. Может быть, сейчас еще что-то куплю. Не выходя из дома, да? Я даже не просмотрела, как бы, кондишен. Но я вот увидела, прям при вас, да? И вытащила название. Вот видите, оно винтажное. Оно винтажное. И только один лот. Но бога ради, что один лот. Но цена, как бы, у меня схватила. И я ее взяла. Видите? Я быстро это сделала. Поэтому периодически я захожу в ластченс и смотрю. Иногда лоты бывают. Иногда украшения. Не всегда только украшения. То есть, это что заканчивается в последние несколько минут, да? Показывается количество бидов, цена и сколько, какое мгновение осталось. Иногда смотрю сюда, да? То есть, если я смотрю за лотами. Если же вы находитесь в США и украшения не для вас, а вы занимаетесь чем-то еще, бога ради, смотрите, что еще здесь такого интересного есть. Выбирайте свою нишу, игрушки, либо что-то еще, да? То, с чем вы знакомы. И вперед смотрите. То есть, вот это вот последнее. Иногда тоже на одежду можно хорошую напороться, да? Ну, грубо говоря, напороться. Но вот можно найти, не выходя из дома. Иногда вот эти вот убиды, как вот я сейчас купила necklace, да? Вот он вот прям вот так вот зашла и взяла. То есть, на удачу схватила. Дальше я вроде бы как бы, ну, смотрю, 1 минуту 15 секунд. Естественно, время быстро будет идти. Тут такое... Стэйси, я думаю, что это Луи Виттон лежит. Кубик циркони, джиури лота и так далее, да? То есть, это в последнюю минуту мы смотрим. Я по картиночкам смотрю. Где-то есть лота, где-то лотов нет. Но это мы с вами только в одну секцию зашли, которая вот expiration, которая вот прямо сейчас вот они expired. У них короткая жизнь. Дальше, следующий момент, чтобы не отвлекать ваше внимание. Конечно, есть buy it now, ending today, last chance, да? По одному центу шейпинга. Можно туда пойти. Дальше, естественно, категории, да? Поскольку я винтажки, я кликаю на Jewelry и Jim Stones, да? И опять-таки, я сортирую по какому принципу, да? Либо только на новые выставлены, либо ending soonness, да? И смотрю, что у нас здесь есть. Давайте. A grab bag of fashion jewelry. Fashion jewelry. Смотрите, разница между fashion jewelry и vintage jewelry. Fashion jewelry, как только я вижу вот такие вот этикетки, да? Но я тоже уже знаю свой бренд. Это все дешевое. Это все дешевое. И это спросом не так сильно пользуется, да? Всякие stretch, брейслеты. И тут, видите, картинка так уже более-менее видна. Поэтому, как бы, fashion jewelry я не всегда беру. Я смотрю, где есть vintage jewelry. И, естественно, я обращаю внимание на лоты, которые украшения мы с вами сейчас купили. Оно, ну как, ну вот фортануло, да? Фортануло. Плюс еще очень удобно смотреть. Так, почему здесь 121, да? Тут white gold. И вы тогда уже приглядываетесь и обучаетесь, да? Вы уже обучаетесь, какие-то марки, почему так дорого, да? А не в магазинах, а вот здесь, да? Находясь на сайте. За 15 долларов vintage clip on earrings, craft jewelry. Craft jewelry – это, соответственно, значит, либо mismatch что-то, либо что-то там такое вот большое. Давайте кликнем. Unmatched, да? То есть, это все единичные сережки. То есть, где поедине, ну, не двойные, не пары, а все по одному. Там, может быть, кулончики, может быть, еще что-то. Если вы, конечно, перебираете, можно использовать это кулончики. Но представляете, какое вот огромное количество нужно будет посадить на кулончики. То есть, одна сережка снимаем, вешаем на кулончики. Возможно, да, кому хочется. Ну, я с этим, как бы, не очень дружна. Мне нужно вот готовое что-то хорошее такое найти, увидел. Извините, пожалуйста. Grab bag, опять, silver tone. Иногда в silver tone jewelry, смотрите, вот мешочками на развес. Вам сколько вешать? Мне на развес. Иногда через мешочек я уже тоже могу посмотреть, что там такое может быть интересное или неинтересное. Но мешочки либо вазочки я люблю все равно покупать в реале. Когда их покупаешь в реале, там еще можно что-то подергать, посмотреть, там повертеть, нащупать, найти. Ну, вот такой вот момент. Ну, и, соответственно, здесь цена 26 и так далее. С этими ставками. Дальше, дальше, дальше. Давайте посмотрим. Это я пока просто пролистываю, что у нас здесь такое есть. Единичные я не всегда обращаю внимание. Вот смотрите. Cuff earrings, да? Stirring silver turquoise earlob earrings. То есть вот эти вот модные сейчас сережки, которые идут. Но, опять-таки, я люблю покупать лоты, и они по одному, да? Давайте посмотрим earlob cuff earrings. Ну, вот с этим, как мы с вами схватили earlob cuff earrings. И давайте посмотрим. Они, наверное, тоже, наверное, около... Серебро с бирюзой, наверное, около 40 долларов будет стоить. Turquoise. Давайте поставим turquoise. 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 Я его проспылила. Вот они такого плана. Смотрите, вот здесь вот сколько. Handmade turquoise and sterling. Если я поставлю vintage, то... Поэтому я всегда прыгаю, смотрю. Если я что-то не вижу, я как бы и там, и там смотрю. Ну, 36 cuff earrings, да? Turquoise cuff earrings. Вот это native, но тут маленькое серебро. Ну, 30, как я и сказала, 38-40 долларов. Вот за такую вот сережку, да? Где-то 58. Ну, их не так много, но я очень укорочила название. А тут вот она такая вот, видите? И видно, что там серебро, либо что-то еще. И мы смотрим, цена 8,99. Исцеметь шиппинг. Шиппинг здесь всегда дорогой. Всегда дорогой, да? А в зависимости... Ну, за исключением того, что есть вот по одному центу. Я, значит, говорю get estimated, и мы смотрим, что 9 долларов. То есть он редко, когда я заплатила... Я уже много лотов купила. Редко, когда я заплатила там 5-6 долларов. То есть за 9 долларов. То есть я прикидываю 10 долларов плюс как бы 9 долларов, 19 долларов. Ну, там уже смотрим. Когда большой лот идет, это одно дело. А когда вот такие вот маленькие по одному... Ну, значит, изделие должно быть хорошее. Как мы схватили с вами первое колье. Да, хорошо, я заплачу там 20 долларов, но ему стоимость там 100 долларов. Если не больше, да? Смотря в каком состоянии придет. То есть это мы с вами посмотрели, что нам выкидывается. И, естественно, в поиск, если мы забиваем... Это что, Маркасиетта за 24? Окей. Если мы в поиск с вами забиваем, что vintage jewelry lot, нам с вами, естественно, показывают vintage jewelry lot. Нашли мы? Давайте так вот. И нам вот лоты пошли. Тут у нас осталось... Смотрите, некоторые вот за уже там за 45 минут уже 42 доллара идет. Давайте посмотрим. Из этого магазина я тоже несколько раз покупала. Возможно, у вас возникнет вопрос. Маргарита, а зачем вы сливаете свои... Давайте посмотрим. Я вам скажу, что здесь хорошего. Вот этот браслет может быть хороший. И как бы покажу вам, стоит или не стоит брать. Вот это, возможно, старенькие Murano. Брошки, брошки. Браслеты. Давайте посмотрим. Камилу. Возможно, это старые Murano. Это, скорее всего, что-то такое, мне кажется, китайское. China, либо Japan. Вручная роспись. Starbust. Это тоже. Я смотрю на замочки всегда. Всегда смотрю на замочки. Чем они интереснее, тем они лучше. Rainstone. Но, в принципе, если посчитать, вот это, наверное, мозаика. Это итальянский браслет. Мозаика идет. Ну, вот так вот. А, в принципе, для начала, сколько нам тут говорят? Иногда они описывают, какие бренды есть. Но здесь вот они не описали. То есть продается все as is. As is. Ну, вот как раз, если вы посчитаете, да, 40 долларов вы вкладываете, если вы выигрываете этот бит, там одно украшение может быть, ну, либо две брошки, то вы продаете по 20, а все остальное в прибыль. То есть это вот такой вот момент. 42-42. Поехали дальше смотреть. Здесь мы смотрим за 9 долларов и Grammar's Vintage Party Jewelry. Когда пишут Grammar's, мне тоже это нравится. Почему? Потому что это винтажное. Давайте смотреть. Это, скорее всего, пластика. Пластика, пластика, бусины такие, видите? Ничего хорошего там. Пластика, она дорого не уходит. Поэтому я это упускаю. Дальше. Вот он опять, смотрите. Следующий. Вы уже, когда будете чаще покупать, если вас это заинтересует, вы уже будете знать свои магазины по стилю, которому они фотографируют. Я вот у этого магазинчика купила. Покажу вам, что купила, но еще к нам не пришло. Я еще не оплатила. Давайте вот этот вот посмотрим за 27 долларов. Что у нас здесь есть? У нас здесь... А я сейчас я вам... Let me see. О, perfect. Не сильно, но увеличила, да? Сережки. Колечко интересное, посмотрите. Дальше что у нас? Бабочка, браслет. Несколько колечек. Вот это гранатовое что-то очень интересное. Иногда они... Вот эта вот только штучка, да, как она, Sweater Clips. Она у нас где-то в районе, ну, 15 долларов может стоить. Вот это, скорее всего, Cora Necklace. Я по эмблемке вижу. А Mustard Seed. Mustard Seed тоже неплохо продается. Винтажный. Ну, неплохо как. Ну, 15-20 долларов вы можете с него снять. Вот эти, смотрите, это парфюмная бутылочка. Винтажная. Вот такой вот разброс, да? Давайте я... Поменьше обратно сделаю, в обратную уйду. Ну, вот смотрим. Keystone Area. Ой. Это уже на сам этот магазин можно перейти. Estimate Shipping. Это конкретно для меня, да? Вот он опять будет, наверное, 11 долларов, да? Я уже принимаю решение, и если мне этот лот интересен, я оставлю вот эти биды и так далее. Пока буду смотреть, вам скажу, почему я делюсь с вами этим. Маргарита, зачем вы делитесь хлебными местами? Вы плохой грибник, да? Давайте пошутим. Ни один хороший грибник, да, не сдаст свои хорошие грибные места. Дело в том, что вероятность того, что мы с вами окажемся в один и тот же момент и охотимся за одним и тем же лотом, ну, возможно, ну, даже если это будет 50%, либо да, либо нет, да? Я к этому спокойно отношусь, к здоровой конкуренции. Ну, если не я выиграла, ну, значит, вы выиграли, значит, вам будет хорошо, а мне нормально, да? Мне нормально. Поэтому, пожалуйста, смотрите. Я всегда рада учить. Дальше. Lion Club Jewelry Accessories. Я не знаю, что это такое. Давайте посмотрим. Иногда. I don't know. Не звучит мне здесь. Давайте посмотрим, что еще я могу кликнуть. Вот на такого Vintage Tomorrow я даже на них не заморачиваюсь, да? То есть это как мы купили с вами на eBay, если вы просмотрели. То есть это вот большой, непонятно что. Может быть, какие-то переделки. В них очень часто бывают непонятно что. Вот они так вот мешками отгружают. Для переделок, для работы вам будет, возможно, нормально, да? Но когда вы охотитесь за чем-то хорошим, за качественным, ну, я не всегда скажу. Так, мы вот в этом магазине покупали. Давайте посмотрим. 20 долларов, да? Что мы с вами за 20 долларов? Вот это вот трифари. Брошка, смотрите. Кенгуру. Трифари. Колечко Эван обычно уходит, наверное, долларов за 15, за 20. Вот это тоже подвесочка Эвановская. Тоже, наверное, 15-20 долларов может уйти. Шемрок, если в сезон попасть. Браслет. Ну-ка, Интаглио, да? Как я уже показывала. А это даже кулон просто. Посмотрите, это просто кулон без цепочки. Вот это вот что-то такое интересное. Вот это, скорее всего, трифари, но могу ошибаться. Колечко интересное, да, винтажное. Почему? Потому что, ну, попы чую. Извините за сленг. Фотолокеты очень хорошо идут, винтажные. Ну, вот и смотрите, сколько там у нас с вами номинований. Даже если там по доллару вы все равно это отобьете. Поэтому вот такое вот интересное. Дальше, если я уже смотрю что-то конкретное, естественно, я забиваю свои ключевые слова. Тот же самый давайте посмотрим, что у нас. Givenchy Jewelry, да? То есть вот такой вот момент мы можем с вами посмотреть. Search, please click. Семь минут, да? То есть я смотрю. Вот такой вот в прошлом видео я вам показала, что я нашла в Гудвилле. А это, смотрите, за 28 Чанкин Экласс. Да, можно его взять, да, можно его взять там и продать за 90, за 120 долларов. Но мне как-то я лучше за 28 долларов лот возьму. Либо как-то там, потому что я накидываю еще 10 долларов в шиппинг. Я стараюсь совсем, ну, чтобы у меня марча была большая. Givenchy. В принципе, неплохие бренды Givenchy. Givenchy. Givenchy – это яйцо, вот этот вот браслет и вот это. Givenchy, я думаю, что какие-нибудь сережки. Давайте посмотрим, либо они отдельно сделали. Это John Rivers. John Rivers, John Rivers. Givenchy я не вижу. Может быть, только сережки вот эти вот будут Givenchy. Хотя не знаю, не уверена. Не уверена, что, скорее всего, John Rivers. И, естественно, цена уже, да? Смотрим. Shipping 7, Handling. Они берут вот это еще Handling. За то, что в руки берут и передают из пакета в пакет. Получается 7, 8, 9, 43, 50 долларов. Поэтому как-то так вот. Если бы меньше был, я бы, конечно же, прыгала и брала. Givenchy Jewelry 46. Периодически здесь тоже интересно что-то бывает. KGL 51 доллар. И так далее. И так далее. Смотрим. Givenchy с лого. Там только одни были, да? Здесь у нас. GQ. GQ. Как по мне, дешевый бренд. То есть, одна Givenchy. Интересно, стоит ли покупать Lotus чем-то еще ради одной Givenchy. Давайте я посмотрю, что может быть. Givenchy, может быть, это цепочка Givenchy. Givenchy сережки круглые. Иногда только одну. Это я не знаю. Вот круглые сережки. Только вот эти вот Givenchy. Помните, я вам говорила, если у нас с вами есть что? Лого на сережках, либо на чем-то еще на украшении. Значит, они ценятся гораздо больше. Если у нас с вами лого нету, ну, либо там опознавательных моментов, ну, значит, ну, значит, чуть поменьше можно брать. Но я не вижу такой вот большой, большой выгоды из этого лота. Хотя кому-то, может быть, и будет интересно для начала. То есть, это вот такой вот момент. Допустим, тот же самый Три Фари. Вот это неплохая. Давайте посмотрим. Это уже для коллекционеров, да? Которые по одному продают. Это коллекционеры. Это вот как раз, скорее всего, что-то из области Альфреда Филиппа. Crown Три Фари. Можно найти, посмотреть, а сколько она будет через книжку стоить и вперед, да? А что у нас тут еще есть? KGL. Ну, Три Фари Неклас. То есть, цепочка Три Фари. Совушки такие Три Фари винтажные. Видите, какие цены? А лота, как бы, я большого не вижу. Три Фари винтаж, Морринли, Фрэнстон, Брочи 31, 16 и так далее. Что еще интересно, да? Как хорошо, как искать, понятно там. Ищите что угодно. Я в одном вечере, одним вечером, в одном вечере, одним вечером я что-то зашла, и я посмотрела, каким-то образом я вышла на электронику, и я, ну, сейчас скажу, антик, антиквариат. Можно, конечно, camera in camcorders. И я увидела, ну, я, поскольку камерами не занимаюсь, но мне так вот стало вдруг интересно сравнить цены на камеры, вот то, что продается в Гудвилле, и на Итси, да? Сейчас я вам каком-нибудь открою, посмотрю винтажную, да? Fuji, старые камеры, Canon, давайте, я не знаю, 83. Я смотрю, чтобы так вот, кодек. Ну, тут смотрите, чем они страшнее, и тем они взрослее, да, скажем так. Но, как я вам уже спросила, он сказал, ну, нужно разбираться, рабочие они или не рабочие, да? Вот такой вот кодек EasyShare. Давайте я посмотрю. Кодек EasyShare. Что у нас с вами здесь есть? Кодек EasyShare. Давайте я номер уберу. Кодек EasyShare. У нас нету. Давайте. Кодек EasyShare. Иногда есть эти камеры, иногда нет. Но вот этого я не вижу, да? То есть, ну, вы, в принципе, дальше уже можете попробовать в своей отрасли, что вам интересно, да, посмотреть. И я так, ну, интересно. Купи-продай, да. Ну, купи-продай. Если интересно, значит, можно пробовать. Также давайте хорошо, понятно, да, в любой секции по одежде можно посмотреть и так далее. Это вот... Это у меня муж пришел из больницы. Он сегодня находился там чуть ли не целый день. И давайте сейчас покажу... Вернемся в наше винтажное украшение. Винтаж-джюри-лот. Что еще можно здесь делать? Давайте я покажу. Допустим, default sorting мы сделаем, который только что выставили, свеженькие. Их можно, как и в ebay, что если вы нашли что-то интересное, их можно положить в винтаж-джюри. Ну, так вот, если лот мы с вами возьмем. Давайте. Что тут? Рейнстон, всякие... Memory wire. Я не называю, что memory wire. Это винтажное украшение. Да, то есть это все бусины. Это все бусины. Те, кто занимается... Ирина, если вы занимаетесь переделками, возможно, вам будет интересно с этим поработать. Если же нет, значит, ну, нет. Давайте я какое-нибудь интересное возьму. I'm like three minutes. I'm almost done. Get Lexi ready. Cameo Jewelry. Хорошо, давайте в Cameo Jewelry зайдем, посмотрим. Вот у нас тут часы и так далее, и так далее. Не буду советовать по поводу Cameo, потому что они все молдят, наклеены. Не shell. Maybe только вот это вот shell Cameo, а все остальные нет. Нашли вы лот. Его можно добавить куда? Watch the site. Да, вы добавили его в Watch the site. И у нас с вами вот здесь вот будет такая вот штучка. My Shop Goodwill Watch List. И периодически вот у меня, я смотрю, кто за что продался. Какой аукцион. Где-то я билась, где-то я не билась. Но это уже история ваша. В принципе, если вы на eBay покупаете, можно смотреть. Тут я, смотрите, посмотрела Кристиан Тиор. Начинала его за 5 долларов, он закончился за 76 долларов. То есть я приблизительно уже смотрю, знаю, а за какую цену могут продаться лоты. То есть вот какой-то вот лот у меня стоит, Quick Bake. Он заканчивается 23 числа завтра. На данный момент всего-навсего 9 долларов он стоит. Но тут, по-моему, стерлик серебро. Так что если кто-то захочет прыгнуть, если я загружу это видео вовремя. Но давайте посмотрим, что у нас здесь. Показано серебро. То есть вот это такие tribal, tribal серебряные сережки, серебряные, вот что-то такое. Одна сережка. Они называются, по-моему, как они называются? Native Americans Earrings. Либо Mexican. Вот это я не знаю. Искусственный янтарь, либо береза. Но кто его знает? По такой картинке сложно понять. Да, вот это тоже какие-нибудь старинные часы. То есть и Liquid Silver. Это я не знаю. Это тоже, скорее всего, Native. Вот такого вот плана идет, да? За 9 долларов. Но, в принципе, можно пробовать играть, да? Shipping, estimate shipping. 11 долларов. Что за 20 долларов? Вот такой вот лотос серебра. Если интересно, значит, можно брать. И можно будет что делать. И можно уже будет смотреть. Значит, watch list, как я вам сказала. Тоже можно периодически закидывать сюда и смотреть, кто за что продался. Кто за что продался и какие цены были, да? Вот такого плана. Дальше. Дальше что я хотела вам показать. Ну и, естественно, action and progress. Аукционы в процессе у меня нет. Но поскольку мы с вами выиграли один, они поместились в open orders. И вот мне нужно два. Вот этот я чудом выиграла. Опять-таки, за 6 долларов. Я просто кликнула. Сейчас я вам покажу, что мы выиграли. И пока еще ко мне это не пришло, да? То есть, вот такой вот за 6 долларов. Вот это trifari. Я знаю, что оно у меня продалось один раз за 48 долларов. Поэтому, когда я увидела вот этого trifari, я сразу его схватила. И думаю, так, мне это надо. Richie Lau. Вот большой. Я еще не знаю, что это такое. Но он тоже, видите, винтажные крючочки. То есть, что-то такое вот интересное. Вот, и они подписаны. Вот эти магазины я уже несколько раз брала. И покажу вам в ближайших видео, что это такое было. Вот это, по-моему, trifari, что ли, был какой-то браслетик. И вот эта фирма пишет, что... То есть, вот такой вот момент. И иногда очень удобно. То есть, это не на аукционе. Как мы уже с вами три варианта просмотрели. Когда я покупала на аукционе на Фейсбуке. Я вам сам аукцион не показывала. Я показала изделия, которые пришли ко мне с аукциона. Потом я купила на ebay вторая точка. И третья точка как раз в Shop Goodwill. На данном моменте я видео заканчиваю. Давайте я вам покажу, что в ближайшее время я вам покажу. То есть, у меня вот раз, два, три, четыре, пять. И один лот очень замечательный был. Сейчас я его вам открою. Да, то есть, вот этот вот лот мне, по-моему, где-то там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать номинований, да. Я купила там за тридцать девять долларов. Но как только я увидела вот этот вот большой ремар, я его схватила. Покажу вам в реале. И волшебное место, и чудо произошло вот с этим кулончиком, с гранатами. И вот с этим с большим, да. Как только я вот это вот купила, я купила себе тестер на алмазный тестер. И они мне почему-то дают позитивные результаты, что вот это как бы даймонд. Но посмотрим, что будет такое. Так, на данный момент я с вами прощаюсь. В ближайшее видео будем смотреть вот эти вот в реале, что приходит и в каком состоянии приходит с Гудвилла. Итак, с вами была Маргарита, охотница за винтажными изделиями. Моя семья на заднем плане перекрывает меня по голосу. Так что я с вами прощаюсь. И до следующих видео.